Друзья, сегодня вас ждет подборка великолепных материалов, которые идеально подойдут не только на весну и лето, но и на осень и зиму. В общем, одежду из этих тканей можно носить круглый год, получать удовольствие и наслаждение. Смотрите это видео до конца, потому что в самом конце я покажу два полотна, которые вобрали в себя все самое лучшее из тканей. Бывает ли у вас такое, что понравился какой-то материал, но вы заглянули в состав и поняли, что не готовы мириться с полностью синтетическим составом? У меня такое происходит часто. Так вот, я нашла материалы, которые собирают в себе все самые лучшие свойства тканей, которые я только люблю. Это распаковка, обзор моего заказа из магазина Ткани Рива. Это интернет-магазин, но у них есть и офлайн физические магазины. И моя большая радость, что этот магазин, я его очень сильно люблю, открылся и в Казани на улице Петербургской. Поэтому, если вы из Казани, то обязательно загляните. Это огромное красивое пространство, в которое заходишь и сразу напитываешься вдохновением, придумываешь идеи для своих будущих изделий и шедевр. Начнем с первого полотна. Я буду показывать все на манекине, для того, чтобы вы могли разглядеть фактуру, как материал лежит, его пластичность, мягкость, как он трапируется. И могли визуализировать свои будущие изделия в том числе. Начну с твида. Это будет единственный твит в моем заказе. Твит это мною обожаемый материал, потому что я очень люблю жакеты твитовые, жакеты в стиле Шанель. У меня их огромная коллекция. Так вот, я заказала твит в таком достаточно сдержанном оттенке, бежевого цвета, с молочными, золотистыми, бежевыми, топленого молока цвета, нитями. Полотно по цвету очень спокойное, но праздника, живости и искристости добавляют прозрачные пайетки, которые пришиты по всему полотну. Но не очень часто, то есть они разрежены и благодаря этому твит не слишком праздничный. То есть его с легкостью можно надевать каждый день для того, чтобы создавать для себя такое игривое, легкое, женственное настроение. Из этого твита я хочу сшить жилетку, поэтому взяла небольшой отрез, около метра, и планирую его сочетать с нижним слоем. То есть это будут платья, блузы, рубашки, лонгсливы, водолазки, футболки. В общем, сочетать можно с чем угодно. Именно поэтому я взяла такой базовый оттенок, бежевый, но с щепоткой праздника, в виде прозрачных, среднего размера пайеток. Вообще магазин Рива я люблю за изобилие как раз-таки твидовых полотен, потому что их там очень много. Когда выбираешь, просто нет конца и края разделов с твидами. Как-то я делала заказ в магазине ткани Ривы исключительно с твидами. Это видео есть на канале, поэтому посмотрите в предыдущих выпусках. Кстати, сегодня я в жакете, который сшила тоже из твида в магазине, приобретен в магазине Рива. Я сшила этот жакет по гибридной комбинированной технологии, то есть смешивала кутюрный и современный способ. Если хотите узнать об этом подробнее, то у меня для вас есть бесплатный курс «Секреты жакета Шанель». Вы можете узнать, как создаются жакеты, что у них находится внутри и как можно создать такой жакет самостоятельно, с нуля, даже если у вас нет опыта пошивы каких-то сложных изделий. У этого материала есть, именно у этого вида твида есть несколько цветовых решений. И я вам очень рекомендую присмотреться к бирюзовому, великолепный оттенок, и черному. Они тоже усыпаны пайетками, точно такие же по фактуре, по свойствам, по составу, но отличаются цветами. Такой вот бирюзовый, черный. Я все думала, какой из них взять, в итоге остановилась на бежем, потому что хочу создавать максимально сочетаемые образы. А в моем гардеробе оттенки более природные и более светлые. Так вот, остановилась на бежевом, но рекомендую присмотреться и к другим оттенкам в том числе. Если, к примеру, вы выберете черный цвет такого вот вида, то у меня для вас есть прекрасный жакет, оригинальный жакет модного дома Chanel, сшитый из очень похожего полотна. Выглядит прекрасно. Следующий материал лен с узнаваемым бринтом в стиле Dior, Tual de Jouy. Кстати, я недавно узнала, что переводится это название как холст радости. Действительно, материал такой насыщенный бринтом и рисунками. Причем рисунок достаточно мелкий, тонкий и хочется его разглядывать как картину. И такое ощущение, как будто полотно живое, потому что разворачиваются какие-то истории внутри этого полотна. Хочется рассматривать, разглядывать и не отрывать глаз. Этот материал на 100% состоит изо льна. Очень комфортное полотно и, на мой взгляд, лен это идеальнейший состав для такого полотна, потому что, во-первых, вы получаете натуральный состав, а значит вашему телу будет комфортно, приятно. Но благодаря тому, что лен более плотный и форма держащая, форма устойчивая, вы можете шить из этого полотна все что угодно. Это может быть воздушное ленье платье, ярусное, к примеру. Оно будет держать свою форму. Рюши, оборки, валаны будут сохранять те объемы, которые вы хотите им придать. И также можно сшить, например, на более лаконичного кроя прямую рубашку. Рубашка тоже будет держать, соответственно, свою форму. А можно сшить, например, брючный костюм, либо костюм с юбкой. Причем юбка может быть тоже разная. Это может быть минималистичный кроль, прямая юбка на легкой сборке. Это может быть юбка солнца, полусолнца. Или же можно комбинировать раскалешенную юбку со сборками и создать, опять-таки, юбки в стиле Диор. Можно сшить костюмы с жакетом. То есть это может быть брюки или юбка, плюс жакет. Причем жакет можете продублировать, запаковать подкладкой. И у вас получится самый настоящий классический жакет, легкий вариант, в котором вы с комфортом сможете ходить даже в самую жаркую погоду. Полотно не просвечивает. То есть если вы будете шить платье, то в целом можно обойтись и без подкладки. Оно в меру плотное, в меру тонкое. Самый настоящий классический лен, но очень приятный к телу. То есть он не колючий. И этот материал в ткани Рива представлен в разных оттенках. Я его видела в синем, в таком коричнево-бежевом. Тоже интересное решение. Выглядит плотно очень дорого, роскошно, красиво в традициях модного Долма Диор. Поэтому если вам нравится такой принт, то обязательно приобретайте. Лен это, на мой взгляд, идеальное решение для такого принта. Потому что вы можете шить разнообразные изделия. Если бы это был тонкий батист, то из него уже не сошьешь жакет. Из него уже не сошьешь ёбку или блюдь, потому что он достаточно просвечивающий. Если это синтетический материал, то я, к примеру, не люблю носить полиэстрово-синтетические волокна близко к телу. Соответственно, материал будет некомфортным. Изделие будет некомфортным. Ален, на мой взгляд, это оптимальное решение. Он не сильно мнется, но даже если будет сминаться, то лен сминается красиво. Но, на самом деле, по мятости сминания будет скрывать вот этот принт. Он вроде бы интенсивный, насыщенный по всему полотну. Но, тем не менее, на мой взгляд, он выглядит в меру лаконично. И действительно такая золотая середина соблюдается в полотне. Представьте, если, например, сшить платье, а поверх надеть жакет из того же материала. Часто модный дом Диор создает образы именно таким образом. То есть, весь образ, тотал лук из этого принта, из этого материала выглядит это очень интересно. А еще магазин ткани Рива я люблю за то, что можно в этом магазине найти полотна, вдохновленные как раз-таки принтами и материалами модных домов. Те же самые твиды. Вот этот, к примеру, принт стиля Диор. Недавно я также покупала материал, вдохновленный принтами Versace и даже шила костюм. Видео по пошиву этого костюма, брючного костюма в пижамном стиле, можно найти на канале. Все материалы очень качественные, приятные к делу, с хорошим составом. Поэтому обязательно сохраните этот магазин для себя. А вообще, если вам нравится эстетика принта Туаль-де-Жуи, то вы можете шить не только одежду, но даже текстиль. Бренд Диор так и делает. Можно, например, использовать этот материал, если не жалко, в качестве скатерти или салфетки. Смотрится тоже здорово. Можно шить, например, наволочки для подушек и даже постельное белье, если вы фанат такого принта. Потому что состав натуральный, значит, вам будет максимально комфортно. Следующий материал – плательная вискоза, твилл. Это означает, что у материала есть, скажем так, диагональный рубчик, то есть диагональное направление в плетении. И, как правило, такие материалы, вискозные твилловые полотна, они более плотные по сравнению с обычным, например, штапелем. Тоже вискозное полотно. И они меньше сминаются. То есть, буквально, если вы сожмете в руке материал, то он достаточно быстро расправляется. Но если полотно имеет бренд, как, например, вот этот мелкий растительный цветочный узор рисунок, то сминание вообще незаметное, потому что бренд это все скрывает. Из этого полотна можно сшить великолепное, удобнейшее платье на лету, в жару, вообще и зимой тоже здорово носить изделия из таких полотен, потому что полотно дышит, это вискоза, а значит сырье, скажем так, натуральное. Также из него будет здорово сшить блузы, рубашки, это могут быть брюки, юбки, жакеты, например, если вы продублируете любые накидки. И можно сшить даже без подкладки, потому что материал достаточно плотный и практически не просвечивает. Он мягкий, пластичный, драпирующийся, то есть вы можете увидеть, какие мелкие сборки, драпировки формируются прямо на фигуре. Из этого материала будет здорово сшить изделие по косой, потому что материал будет оболакивать вашу фигуру и образовывать мягкие фалды. Следующий на очереди плотный трикотаж джерси под названием эскада. Этот трикотаж не пеленгуется, то есть не образуются катышки на поверхности в процессе носки, в процессе стирок, многочисленных стирок. Это эластичный, но в то же время плотный трикотаж, который не сильно вытягивается и сохраняет свою форму. Чем джерси отличаются от, например, футера, примерно такой же плотности? Тем, что он лучше держит свою форму и, на мой взгляд, он выглядит гораздо благороднее. Это не совсем трикотаж, то есть внешне он чем-то похож на такую хорошую, добротную костюмную ткань. Но по свойствам это тоже трикотаж, то есть он эластичный, он хорошо тянется, в нем комфортно, он не сковывает движений. То есть он подходит и для спорта, и для повседневной носки, и для работы, и для прогулки. Никаких ограничений нет. Но он в силу своей плотности и формы устойчивости подходит не только для всем уже поднадоевшим костюмам с худи и джокерами. Он подходит и для этих костюмов тоже. Но вы можете из джерси сшить, например, юбку-карандаш. То есть прямую, даже зауженную юбку, которая будет держать свою форму. Эта юбка будет похожа на юбку из костюмной ткани, но она будет гораздо комфортнее в силу своей эластичности. Можно сшить платье, причем любого силуэта. Но если вы сошьете платье в хутляр, то есть облегающего, полуприлегающего силуэта, то вам тоже будет максимально комфортно, потому что платье будет тянуться, растягиваться. Но в то же время оно будет собранным, держать свою форму. То есть оно не будет вытягиваться, как мог бы вытянуться другой трикотаж. Поэтому, на мой взгляд, сшить изделие из джерси, особенно если джерси не покрывается катышками, то есть это хороший, качественный джерси, это прекрасная инвестиция в ваш гардероб. И изделие будет служить вам долгие-долгие годы, не терять своих свойств и не менять внешнего вида. Материал преимущественно состоит из вискозы, что есть очень хорошо, потому что материал комфортный, вы можете носить его круглый год. Но также в составе есть небольшое содержание нейлона. И нейлон придает полотну как раз-таки вот эту эластичность и упругость. Потому что материал достаточно плотный, он растягивается, но тут же собирается в первоначально, первозданную форму положение благодаря как раз-таки нейлону и небольшому проценту эластановых волокон. Поэтому синтетический нейлоновый эластановый волокон это лишь плюс в данном полотне. Именно благодаря им полотно приобретает эти положительные, хорошие свойства, которые нам нужны. Но поскольку в составе доминирует вискоза, мы получаем комфортное полотно. Не только практичное, но и комфортное. Этот материал в припыленном розовом или пудровом цвете. Я планирую из него сшить либо костюм-двойку, возможно это будет юбка и свитшот, либо свитшот с брюками. Пока еще не решила точно, но возможно сошью старое доброе худи с капюшоном, потому что это очень удобный вариант для того, чтобы быстренько накинуть с утра и отвезти ребенка в детский сад. Но при этом худи будет выглядеть гораздо интереснее. И на мой взгляд дороже, в силу особенностей внешнего вида материала. Поэтому если вам поднадоели футеры, кулирки и подобные материалы, то обязательно присмотритесь в джерси. Но выбирайте джерси качественно, потому что не очень приятно сшить изделие из джерси. И после первой же стирки обнаружить полотно, усыпанное катышками. На сайте ткани Рива этот материал указан. С пометкой, что он имеет антипилинговый эффект или просто не образует катышки. Друзья, а сейчас хочу показать вам потрясающий материал, который вобрал в себя все самое лучшее из того, что я люблю в материалах. Я очень люблю натуральный шелк. И я очень люблю сияющие, благородно сияющие, деликатно сияющие полотна. Вы все, наверное, знакомы с искусственным или синтетическим шелком. Его так именно и называют. Он полностью состоит из полиэстера. Часто в магазинах его можно встретить под названием Армани шелк, Армани сатин. Так вот, это сияющее, красиво сияющее, слегка поблюскивающее по лицевой стороне полотно. По изнаночной стороне полотно матовое. У этого материала огромная палитра цветов и прекрасный внешний вид. Но есть один большой недостаток. Это полностью синтетический состав. Именно поэтому я каждый раз смотрю на эти материалы и прохожу мимо. С сожалению, что не могу купить, потому что мне просто некомфортно в таких полотнах. Вот, я сделала для себя большое открытие в магазине Рива. Нашла идеальнейший материал, который полностью соответствует тем свойствам, которые мне нравились. То есть, это материал с небольшим деликатным сиянием по лицевой стороне. Такое не сильно атласное сияние, а слегка приглушенное. Также по изнаночной стороне поверхность матовая. Но самое интересное, что материал на 100% состоит из вискоза. И это означает, что в изделиях, сшитого из этого материала, будет максимально комфортно. И в жару, и в холод, осенью, весной. В общем, в любом климате, в любое время года, этот материал будет комфортным и удобным для вашего тела. Но, нам важен ведь не только комфорт, но и внешний вид. Так вот, этот материал выглядит роскошным, дорого. Он не вызывающий, не кричащий, а блестящий и сияющий. Именно такой сдержанный, скромный, благородный воск, благородное сияние. И что замечательно, материал не просвечивает. То есть, он в меру плотный. Пусть и такой мягкий, пластично-драпирующийся. Но, тем не менее, он имеет оптимальную плотность. Оптимальную для того, чтобы вы могли сшить из него и платье без подкладки, и рубашки, и блузы, и жакеты. А если, например, продублировать и закрыть все подкладкой, можно сшить брюки, юбки. В общем, никаких ограничений нет. Это могут быть и накидки, все, что вы любите, топы, что у нас еще есть. Все это можно сшить из этого материала, потому что он просто идеальнейший по всем параметрам. Натуральный состав, прекрасный внешний вид, идеальная плотность, которая подходит для большого спектра изделий. И еще очень красивая, натуральная, можно сказать, палитра. Обязательно перейдите на сайт, я оставлю ссылку именно на этот материал и на все остальные материалы тоже. Посмотрите, какая есть палитра, какие цветовые решения. Уверена, вы найдете для себя идеальный цвет. Я еще долго смотрела на черный, потому что в моем квартире практически нет черных изделий. Но вот этот черный вискозный шелк, он именно так и называется. Кстати, на сайте он под названием Эмилия, вискозный шелк Эмилия, так зовут моя дочка. И в черном цвете он выглядит потрясающе красиво, потрясающе дорого, поэтому тоже присмотритесь обязательно. Материал сминается, поскольку это вискоза, но сминается красиво, без сильных заломов. Вот эти помятости, которые вы можете заметить, это лишь побочный эффект транспортировки, плотной упаковки. Но если я, к примеру, сжимаю в руке достаточно сильно, расправляю, то эти заломы практически не видны. Они теряются благодаря плетению, благодаря сияющей поверхности и благодаря тому, что это вискозное полотно. А вискоза, как правило, расправляется гораздо быстрее, чем, например, тот же хлопок, который может вообще не расправиться. То есть, нужно будет с него только утюжить, стирать и так далее. А еще, если вы любительница платьев по косой, платьев комбинации, например, даже с качельками, с такой драпировкой по груди, или вы любите юбки по косой, то этот материал тоже идеальный, потому что будет комфортно, но эффект будет тот же, что и в платьях, которые шьют из синтетических материалов. Еще один материал, мое новое открытие, о котором я обещала рассказать в самом начале видео, это костюмный тенсель из стопроцентного леоцела. Два новых слова, но если говорить простыми словами, то по сути это та же самая целлюлоза, то же самое дерево, которое используется при создании вискозных полотен. То есть, вискоза, леоцелл, тенсель, купра, купра, это все примерно об одном, примерно одно и то же сырье. Так вот, почему этот материал стал для меня открытием? Потому что по своим свойствам, по внешнему виду, по ощущениям, которые он давит, этот материал очень похож на дорогой костюмный шерстяной материал, то есть костюмную шерсть. Хорошая костюмная шерсть, из которого шьет жакеты, пиджаки, костюмы на разное время года, как правило, достаточно тонкая, но в меру плотная. Форма держащая, гигроскопичная и при этом приятная к телу, то есть не колючая, не шершавая, вам просто комфортно. Вот что я называю хорошей, дорогой костюмной шерстью. По ощущениям, этот материал напоминает полотна, из которых шьют без пол костюма. Но для меня этот материал гораздо приятнее и ценнее, потому что в шерстяных костюмах все равно не так приятно в жаркую погоду. А если это лискоза, целлюлоза, лиоцелл, то здесь совсем другое ощущение, и вы можете носить изделие из такого материала даже в жаркую погоду. Поэтому можно шить тот же самый высококачественный жакет или биджак, в общем костюм, но с еще более приятными для тела свойствами. Это именно костюмный тензинь. Он имеет диагональное плетение, то есть если вы присмотритесь, то увидите диагональные полосы по всему полотну. Полотно не эластичное, стабильное, плотное, поэтому жакеты и биджаки это 100% идеальные варианты для таких материалов. Но также вы можете, разумеется, шить низ. Брюки, юбки, даже структурированные прямые юбки, карандаш будут идеальны из этого материала. Причем можно шить даже без подкладки, потому что материал очень плотный, несмотря на то, что он тонкий в разрезе, он плотный, не пропускает свет, поэтому можно даже шить без подкладки. Но на мой взгляд, можно шить не только жакеты, костюмы, но и платья, и рубашки, особенно на холодный период по времени, то есть на зиму, осень, весну и надевать как нижний слой. К примеру, представим, что поверх платья мы надели жилетку из твитов, на мой взгляд, сочетание прекрасное. Этот костюмный материал имеет легкое сияние по лицевой стороне, необычное интересное сияние по выступающим волокнам и немножко отличается по изнаночной стороне, хотя можно использовать обе стороны. Изнаночная менее сияющая, более матовая, поэтому вы можете варьировать степень блеска, степень сияния, используя либо одну лицевую, либо изнаночную сторону. Хотя и изнаночная сторона выглядит аккуратно, красиво, качественно, поэтому можно использовать обе стороны. По сминаемости материал в силу своего состава, то есть это натуральное сырье, немножко сминается, но совсем чуть-чуть, это практически незаметно. Заломы быстро расправляются в силу плетения, в силу состава. Но самое главное, мы получаем максимально комфортные изделия, которые можно носить круглый год. Друзья, это все ткани, все полотна, которые были в моем заказе. Как видите, они разные и по цветам, по цветовым решениям, и по составу, по фактуре, по плетениям. Но при этом я стараюсь отдавать предпочтение более натуральным полотнам, потому что в них гораздо комфортнее, их можно носить круглый год. Надеюсь, что этот момент для вас тоже имел определенную ценность. И я оставлю ссылки на все полотна, у всех тканей есть разные цвета, поэтому выбирайте, рассматривайте, радуйте себя и близких новыми нарядами. Пишите в комментариях, как вам эта подборка тканей, материалов. Ну а я в свою очередь отправляюсь снимать для вас новые видео и мастер-классы. До встречи в следующих выпусках.